Андрей силен в фокусах, но в настоящих фокусах преуспели мастера йоги. Говорят, что они левитируют, питаются солнечным светом и много чего умеют. Пожалуй, самые сложные вещи мы сегодня отставим и поговорим о йоге, которую можно использовать в наших реалиях, условиях и жизненных обстоятельствах. И у нас инструктор по йоге сегодня в гостях в женской рубрике Наталья Исанна. Наталья, привет! Привет! Ты занимаешься очень интересным направлением в йоге, а именно йога для беременных и восстановление женщин в постродовом периоде. Ты разработала даже специальную свою методику. Есть такое дело. Рассказывай, чем она отличается от обычной йоги, что можно делать, что нельзя? Она очень сильно не отличается от обычной йоги. Есть только исключение, когда женщине нельзя делать перевернутые позы, нельзя делать позы на животе, естественно. Нельзя делать серьезные дыхательные упражнения, скручивания нельзя делать. Все очень мягко, чтобы не повредить, конечно. Женщина может заниматься йогой весь период беременности, все 9 месяцев? Да, но я бы рекомендовала женщинам, которые никогда до беременности йогой не занимались, не начинать сразу. Потому что были случаи, когда, ну, иногда беременность прерывается, и первые три месяца они довольно опасные, можно потерять малыша. Вот. И поэтому с 16-17 недели, наверное, самое раннее, когда я бы рекомендовала начать. Да, ты правильно об этом вспомнила, потому что все мои знакомые, девушки, как только они понимают, что они в положении, говорят, ну все, больше никакого спорта, я иду заниматься йогой. Наверное, это потому что еще очень модно сейчас, и многие занимаются йогой именно во время беременности. А может быть, это, не знаю, вот привел ребенок маму в йогу. Не, мне кажется, просто все думают, что йога это что-то такое очень спокойное, умиротворенное, йога нужна для релакса, и вообще без йоги и не расслабишься во время беременности. Ну да, она, конечно, помогает подготовиться к родам, расслабиться. И у меня очень много девочек говорили, что именно благодаря дыхательным упражнениям они потом рожали легче. И они использовали во время родов эти упражнения? Да, они использовали упражнения для расслабления, упражнения дыхательные, и, да, им помогало. А ты можешь рассказать нам о каких-то упражнениях прямо сейчас? Возможно, нас смотрят беременные девушки и им пригодится сразу. Да, ну самое простое упражнение во время беременности, и не только во время беременности, это дыхание животом. Можно научиться им очень просто, если еще женщина не владеет этим дыханием. Одна рука кладется на грудь, другая на живот, и важно, чтобы грудная клетка не двигалась, плечи были расслаблены, и живот раздувался на вдохе и на выдохе втягивался. То есть, если рука двигается при дыхании... Наверное, когда там внутри малыш довольно большого размера, это сложно делать? Нет, это не сложно. Наоборот, даже легче иногда женщина, потому что у них как раз уже такой объемный живот, и им немножко легче это дыхание освоить. Это первое упражнение, и второе упражнение, которое можно делать во время беременности, это дыхание, оно называется уджай или горловое, это такое немножко сипящее, это как такой хрип во время, когда вот человек спит, он напоминает уджай, да, дыхание спящего человека. Чтобы научиться издавать такой звук, что нужно делать? Нужно, ну вот скажем, как будто ты шоп, как будто говоришь звук, только с закрытым ртом. У меня есть другой совет. Я знаю, что если кончик языка прижать очень сильно к верхнему небу, к тому месту, где растут верхние зубы, то как раз так и получится. Можно так попробовать тоже? Вот эти два упражнения во время беременности хорошо помогают и успокаиваться, и расслабляться, и само дыхание животом, оно помогает во время родов именно правильно выталкивать малыша. Очень интересно. Лучше дышать лёжа или сидя? Ну, если женщина может сидя, то лучше сидя, но перед сном можно тоже его дышать, например. В начале беременности на спине ещё можно, а потом уже на левом боку. Ты занимаешься также и восстановлением в постродовой период. Размечай, пожалуйста, все мифы с этим связаны, потому что все, во-первых, хотят начать восстанавливаться как можно быстрее сразу же после родов, как можно интенсивнее для того, чтобы быстрее прийти в форму. Женщина очень переживает, когда набрали лишние килограммы, чувствует себя не очень спортивными и подтянутыми. Расскажись, с какими ошибками в послеродовом периоде ты сталкивалась у своих учениц и чего лучше избегать? Первая ошибка – это то, что женщины хотят сразу после родов начать активно двигаться. Они начинают делать мышцы для живота. Это ни в коем случае нельзя делать. Никаких вот этих вот на пресс упражнений, ни в коем случае. Сколько времени должно пройти после родов? Как минимум 40 дней. Как минимум 40 дней? А вообще лучше 3 месяца. 3 месяца? 3 месяца – это такой послеродовый период, когда женщина должна максимально отдыхать, много спать, много лежать, общаться со своим малышом. И ей должен быть обеспечен… Ну, должен, наверное, неправильно, но хорошо бы ей обеспечить максимальные комфортные условия. Это теплота, теплое питание, теплые ванны, теплые напитки. Она должна быть вся согрета, окутана вниманием, любовью. И принимать, не знаю, ванны с травами, например. Вот мы добрались до еще одного твоего направления, которое ты сейчас активно развиваешь в Эстонии. Это называется послеродовое пеленание? Пеленание, оно известно в России. Но вот моя учительница, Ольга Виноградная, она ввела новый термин – укутывание. Послеродовое укутывание. Что это такое? Расскажи, где это происходит? Как это выглядит? Да, это очень красивый обряд. Он происходит у женщины дома. Я прихожу, знакомлюсь. Иногда мы знакомимся заранее. И потом, в общем, окутывая ее своей заботой вниманием, мы с ней разговариваем. Варим согревающий напиток, потом делаем ванну с травами. А потом я делаю масляный массаж, тоже теплым маслом. И после этого уже идет непосредственно сам этот обряд укутывания. Она заворачивается в кокон. То есть я ее заворачиваю в кокон из тряпок, из пеленок. И потом перетягиваю по семи точкам, слингом или рюбозой, шарфом. Для того, чтобы вернуть ее обратно в центр, для того, чтобы помочь телу восстановиться. На место встает живот очень часто, бедра. Запускаются правильные процессы восстановления. То есть женщине нужен отдых. И нужен вот такой вот кокон, чтобы она, как переродившаяся мама, могла тоже пройти этот процесс. Она рождается в материнство. Что можно мужчинам предложить? Я представляю, какой стресс испытывают мужчины от родов. И все, супруга не в порядке. И вот тут кто-то плачет все время, они не понимают, что происходит. Гормоны бушуют. Вот, в общем, бедные мужчины. Как им спасаться? Им тоже можно делать после родового укутывания, потому что они тоже новоиспеченные отцы. Для них это тоже огромные перемены эмоциональные. Не знаю, в общем, они тоже проходят, как ты сказала, большие. Но мужчины, как правило, предпочитают вместо согревающих напитков, конечно, пиво. Вот как тут быть? Это правда. Но один раз они могут сделать такое, скажем, исключение. И вот у меня сейчас уже в очереди два мужчины, которых я скоро буду пеленать. Так здорово, прям записываются к тебе. Да, записываются, говорят, я тоже хочу. Она после этого пеленания такая классная, такая расслабленная, такая счастливая. Одного раза достаточно? Или это все-таки... Нет, часто вот эти 6-7 часов я провожу с женщиной, иногда 8 часов, и встречаю такую разбитую, уставшую маму, и оставляю ее потом счастливой, такой довольной, такой наполненной. А духотворенной, да? А духотворенной, да. И просветленной. И просветленной. И муж говорит, я тоже так хочу, а можно мне тоже. Так что вот. Очень интересно. Расскажи, пожалуйста, где ты училась? Я знаю, что твои учителя сами находили тебя на жизненном пути. Это любопытная история. Сколько их у тебя всего было, основных? Основных учителей у меня было три. С первой я познакомилась в Ливане. После этого я была в Индии, занималась гималайского йога. 102-летний старичок, который делал невероятные вещи. И был как бы... Абсолютно они... Разумен при этом? Абсолютно разумен, сказал, что я еще могу детей делать. Я, в общем, я полон сил, я полон энергии, я собираюсь жить еще столько же. Вот такой совершенно невероятный учитель. У меня была женщина-учитель Матаджи, там же, в Ришакеши, в Индии. Потрясающая совершенно женщина, которая тоже прошла долгий путь. И вот у таких учителей училась. И в Англии у старушки, которая прошла с Ганди всю Индию. И до сих пор жива, и я надеюсь, что еще будет жить тоже очень долго. И она преподавала йогу больше 50 лет на тот момент. Вот у нее тоже обучалась. Йогу, как вы скажете, обычные пользователи, всегда сравнивают с каким-то волшебством. Но как минимум они хотят найти там что-то волшебное. Ведь говорят, что йога – это не только физическая практика, но еще и ментальная. Вот для тебя волшебство йоги в чем? Я согласна, что дыхательные практики – это абсолютное волшебство. Потому что если ими заниматься регулярно, постоянно, уметь это делать, то действительно можно свое сознание успокаивать, выравнивать давление. Это все так. А что еще? Наверное, то, что ты и сказала, это волшебство – это в том, чтобы успокоить ум, в том, чтобы оказаться в этом моменте здесь и сейчас, о котором, конечно, очень многие говорят, что это за момент такой. Это когда просто пребываешь в своем теле, со своим дыханием, полностью осознаешь все эти процессы. И с активным умом, например, мне очень трудно тоже иногда контролировать свои мысли. И мне очень помогает именно сесть на коврик, особенно когда я преподаю. То есть я полностью включаюсь в этот процесс. И для меня это волшебство. Помогут ли мудрые? Мудрые – это я даже не знаю, что это как-то можно назвать. Это йога для рук. Вот, йога для рук. Сейчас нам Натали все расскажет. Давай попробуем что-нибудь сделать. У меня не очень гибкие пальцы. Ничего страшного. Но вдруг? Ничего страшного. Кстати, по пальцам можно определить гибкость тела. То есть насколько гибкие пальцы. Как хорошо они гнутся. Можно потом… Вот у детей. Если у тебя есть ребенок, ты можешь посмотреть, насколько хорошо у него гнутся пальцы. Вот, гибкие пальцы – это обычно гибкие тела. Но пальцы у меня гнутся как-то лучше, чем тело. Это я тебе… Я думаю, что ты гнешься гораздо лучше, чем ты думаешь. Итак, смотри. Это чин мудра. Это классическая мудра в йоге. Она помогает концентрации внимания. Можно закрыть глаза и направить внимание в центр между бровями. Это такое упражнение для концентрации внимания. Оно очень хорошо тоже и для не только тех, кто занимается йогой, кто не занимается йогой. И где здесь… Здесь это единение человека и Вселенной, по-моему. Ну да, еще его делают… Нет, это преклонение… Это, вот скажем, это высшее, да, а это наше эго. Это преклонение эго перед нашим высшим я вообще в йоге считается. То есть если так мы рассматриваем… Запомнили, друзья, у кого строптивое сердце, вот всем… Да. Есть хорошая мудра, например, для… Называется она сердечная мудра. Указательный палец. Сгибаешь. Так. И соединяешь. Так. Большой, средний, безымянный. Мизинец выяснился. Сердце добрее станет? Ну, не знаю, станет ли оно добрее, но оно вообще хорошо, если учащенное сердцебиение, дыхание сбилось, например. Эмоции. Очень много эмоций. Гнева или злости, или, в общем, каких-то сильных эмоций. Не надо это запомнить. Можно посидеть. Если, например, человек в транспорте где-то едет, вот очень хорошо использовать мудрый. Конечно, за рулем нежелательно. Но… Настоящие йоги они не ездят. Вот сейчас кто перед телевизором сидит, может сделать, например, тайте. Наталья, мне так нравится с тобой, я не знаю. Пожалуй, я не вернусь к Андрею Титову, он справится без тебя. Мы сейчас отодвинем этот стол и устроим здесь практику хорошую. С удовольствием. У нас в гостях была Наталья Александровна. Спасибо тебе большое. Это все было очень… Намасте. Намасте. О, намасте. Именно так приветствуют учителя и прощаются с ними именно так, верно? Да, абсолютно верно. И я тебя очень благодарю за то, что ты нашла время прийти к нам и рассказать такие интересные, любопытные вещи. Спасибо. Спасибо.